Всем привет, с вами Алексей Рейтлер. Несмотря на то, что президент из ДЛУХа со временной нерабочей недели, я тоже, кстати, отношусь к зонерейски, как вы знаете, я работаю в рыболовном магазине, мне просто приходится брать у людей деньги, подавать им какие-то вещи, общаться с ними на близком расстоянии, не где-то издали, я не могу работать удаленно. То есть мы работаем, обеспечиваем страживающих рыболовов насадками, наживками, крючками, червячками и всем тем прочим, с отпускными товарами, поэтому я обязательно нахожусь в этой зоне, в зоне риска. Но тем не менее, я пошел сегодня на рыбалку, я вышел просто из дома, я не поехал на транспорт общественном, я просто вышел из дома, закрыл с собой дверь, спустился пешком, не на лифте, я живу на 9 этаже, спустился пешком, открыл дверь локтем, локтем, не знаю как правильно, и буквально за час тридцать я пришел на это старое новое место, здесь я давно уже не был, место, на котором мы с Ромычем, моим корифаном, довольно успешно ловили лещико. Так, взял я с собой пикер, взял я с собой прикормку, не буду говорить какой, опять это посчитают за рекламу, прикормку темного цвета, пахнет кориандром, ну скажу только, что это лещ, с мотылем и плаква, и универсальная, по-моему, нет, лещ с мотылем универсальная, я все смешаю, буду ловить здесь на короткой дистанции, естественно, небольшой свальчик, потом подъем, потом снова свал, вот этот вот выход, тут такое перекатище, прям перекат, 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 ловить буду на мотыля, немножко у меня парыш есть, ну в принципе и все, кормушки тридцатки и двадцать пятки, больше не брал, давайте уже приступать, наверное, к приготовлению прикормки, прикормки где-то у меня грамм девятьсот, скорее всего, да, где-то так, сюда сразу на девятьсот грамм вливаю, ну приблизительно, такой прикормки, сто миллилитров воды, размешиваю, сито я опять не брал, куда-то сито еще, пушком, пять километров еще сито, ладно, каждый грамм ес, вы знаете, чрезвычайно отрицательно сказывается на моем крупном здоровье, хотя, заметьте, я замечу вам точнее, что я сейчас стал, и как раньше, в принципе, ходить пешком, для пешком до работы каждый день хожу девять километров, обратно, конечно, если получается, там может быть по пути пройти еще километры три-четыре, а так, в основном, я за день наматываю километров 14-15, это реально, реально 14-15 километров, поэтому собаки 15 километров не крюк, так, вот прикормка у нас получилась, получается, точнее, не получилось, получается вот такого цвета, может быть, будет видно, да, такого она по цвету дна будет, прямо такого серо-глинистого, ну, пускай она немножко постоит, постоит она, воду хорошо пьет, вот, как я и говорил, буду сегодня с училищем бритского гранита, вот эти катушки, дай вам нельзя, X-H, такая интересная катушенция, не раз вывалил ей, нормальная, нормальная катушка, для этого пикера самое тонное, можно, в принципе, больше повесить, но, дел хозяйство, я сюда мог бы повесить и пяти тысяч, не, в принципе, по барабану, балансы, хитеренцы, все это, все это условно, все это субъективно для каждого, все это субъективно, поверьте мне, поэтому я сейчас отказался вот от этих всяких нравоучений, говорите, пацаны, чем вам нравится, я к минусу, и по-братски прошу, дело в том, что я еще раз советую вам ловить тем, что вы, что, чем хотите вы, при этом, я вас ничем не упрекаю, и не нарушаю ваши права ловить тем, чем вам хочется, кстати, вот я сейчас сделал, тут неправильно, надо сначала фидер собирать, фидер, пикер, там не суть важная, сначала вставляю вершинку, а потом уже все остальные части, вообще, я сегодня надеюсь, плавить действительно в одиночестве, завтра уже наступает запрет, хотя, может быть, и сегодня, что-то я совсем попутался, давайте не будем на рыбалке о плохом, давайте о хорошем, кстати, сегодня похолодание, знаете, даже в последнее время не мудрство лукаво, ставлю на леску обычные вот эти вот бусинки с застежкой, вот такие, то есть я продеваю, господи, дай бог, дай бог продеть, опа, есть, есть, продели, 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 потом ставлю демпферную бусину, вот так, да, вот так, ну, резиночка, обычный стопорок, надели стопор, и у меня заранее завязаны отводы из федерогама, федерогам, ну, буду опять рекламить, но известный довольно производитель, здесь вот маленькое-маленькое микроколечко, вот оно, здесь бисерина, то есть я вот за эту бисерину клинчем или там чем угодно, палмаром за эту бисерину, вот сюда я вставляю плетеночку, сюда, да, сюда я вставляю плетенку и клинчем, давайте клинчем завяжем, клинчем, пускай будет 11 оборот, оборота, 11 оборотов, никуда вверх я не буду ничего, я просто вот этот сюда обратно вставлю, и вот сюда, и затяну, можно немножко смочить соплями, слюнями, чем угодно, и все, вот он затягивается, вот так, потянуть можно зубами, руками, чем угодно, вот так, потянули, потянули, он сам затягивается, вот такой вот, сюда сдвинули демперную бусинку, получился вот такой монтаж, вот такой монтажик, лишнее мы сейчас обрежем, лишнее это что, лишнее, лишнее это плетеночку, вот этому, инструкция вот такая получилась, сюда кормушку, или маркер, вот сюда, сюда поводок, ну, в общем, вот так все это выглядит, вот, все это дело, таким вот образом, у меня стоит какая-то клипса, сейчас мы эту клипсу попробуем убрать, в общем, дай бог не задеть, без камеры телефона ничего, ну, я думаю, до таких дали мы, конечно, ловить не будем, просто мы посмотрим, что там за глубина, сейчас я, на быстрый счет до 9 падает 30 граммовая кормушка, это глубина там порядка 1,8 метра где-то, и ракушка, пошла ракушка, просто ракушка, сплошняком, просто ракушка, сейчас сначала протяну, посмотрю дно до самого берега, вот все идет ракушка, 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 тут трава с ракушкой уже поменьше, здесь еще меньше, здесь на быстрый счет 13, 15, давайте вымышлю, попробовать просто бросить еще ближе, вот сюда куда-то, еще меньше, то есть идет, оттуда идет подъем, подъем, а здесь под берегом будет свалиться, это по-любому, где-то метрах восьми, ну да, немножко свал пошел, тут уже, я не вижу смысла ловить прямо вот здесь, прямо под берегом, не знаю, это будет, для меня это будет как-то неудобоваримо, а если попробовать дальнюю дистанцию, скажем так, скажем так, что это перекат просто перекачище, такой огромный длинный пупок с ракушкой и песком, одиннадцать, раз, два, фиксируемся, сделаю два оборота, ну посмотрим просто, подтянул на два оборота, сейчас кинул, все, посмотрю туда же, вот там одиннадцать, да, сейчас два метра уже семь, то есть ничего себе, прямо такой подъем-подъем, еще сделаю два оборота, ну да, да, то есть, подъем, там, пупок, потом небольшая ямка, потом снова подъем, короче, вот такие вот бугры, и ракушка, 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 я даже не знаю, просто, на такой дистанции, я думаю, отклипсуюсь вот так, в принципе, можно попробовать ловить на дальней, подальше дистанции, но я не знаю, будет ли удувать сейчас ее, плетенка 0,12, сейчас поставлю на отыске, и посмотрю, как это будет выглядеть, леска у меня сегодня тоже дружим каменьки, 0,91, тысячная точнее, начинать буду с этих, гамакацию LS1040R, 16-го номера, а если уже какие-то поклевки, то есть, вот этими крючками, разведу обстановку, и привяжусь вот на эти крючки, LS1810B, 18-го номера. Такой дым сейчас прикормкой, да, она, довольно-таки, довольно-таки сухая, я думаю, что водички надо еще добавить, если там добавили сотку, еще сотку, и меньше, потому что весь корм он, нахрен, снесет туда, ниже притечения, если мы так будем баловаться. неохота руки при замешивании формы, пачкать, а все равно сейчас буду набивать, забыть тряпочку, эх, собака, нахрен, просто, что холодно. А, я забыл добавить, забыл добавить еще один, дурак дураком, прости господи, а-а-а-а, дурак дураком, ладно, фигня, сейчас, у нас, дурак дураком, пацаны, честное слово, забыл, простите, еще одна забыл, просто забыл, просто категорички забыл, нечего страшного. Ничего страшного. Знаете, я прямо, что я сейчас делаю, еще, параша, добавлю прямо в корм, не буду возвращаться там что-то, вот, прямо добавлю в корм, так, так, да, пусть она там, живее всех живых будет. Ну, просто огонь. Ого! Мне он лично нравится. Вот такие шикарные у нас сегодня корма, мотыль, и кормовой, и прикорм. Видите, какой цвет землистого? Поехали. 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 В первый раз, с первого заброса. Не особо хорошая примета. Сейчас мне не клюет, может быть, это хорошая примета. Сейчас мы посмотрим. 30 гамм кормушка, медиум, но, в принципе, нормально лежит. Ничего. Отлично. Возьмите. 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 что-то первое такое, первое такое что-то Бойкая гастеринка, какая красавица, нет, да, гастера, неплохая Очень даже неплохая гастера Со стрелом Видите, я даже фрикцион не отпускаю, потому что федерга мои в узилище Отрабатывают, ну, хороший, хороший, хороший гастерин Очень хорошая Вот такая Бойкая густера, мне нравится Значит, не все потеряное Вру, прямо Прямо вот они Хоть оно видно не будет Дай бог, чтобы было видно Вот так, красота вот такая Можно сказать, немножко не докинул Делать надо более плавный заброс удилищем Потому что рамортизация, она все-таки немножко кормушку назад толкает Всегда А при не таком активном клюве, это сказывается на ваших нервах Потому что вы начинаете думать всякое разное Поэтому ловите, кидайте, у вас клюнет в любом В следующий раз правильно закинете В этот раз неправильно, в следующий раз правильно запросите У всех такое бывает Поклевец опять, блин, вон Допрещен, хороший поклевец Сделки 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, поймал, клевало, поклевывало. Желаю вам натянутых лесок и крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, конечно. С вами был Алексей Вирателев. Пока-пока-пока.